Двухдневное комплексное занятие проходит в Бресте на базе войсковой части 5526 с военнообязанными, ранее проходившими службу в спецподразделениях милиции и внутренних войсках Министерства внутренних дел. Данное мероприятие проводится в регионах страны в рамках реализации поручения главы государства о проведении в идеальное состояние армии и силового блока. По поручению главы государства были сформированы добровольческие отряды в число военнослужащих запасов внутренних войск и сотрудников отрядов милиции особого назначения. По распоряжению Министра внутренних дел организованы занятия с данной категорией военнослужащих по различным предметам обучения, таким как военная топография, огневая подготовка, военно-инженерная подготовка и тактическая подготовка. В ходе этих занятий будут проводить занятия с личным составом опытные инструктора, в том числе имеющие боевой опыт. Личный состав готов, настрой боевой у всех, тем более, что, как я уже ранее сказал, это бывшие военнослужащие внутренних войск. Есть с чем сравнить у них, потому что возрастной ценз от 25 варьируется до 50 лет. То есть то, что было раньше и что сейчас, большая очень разница. Очень большое внимание уделяется развитию технической составляющей внутренних войск, это вооружение, техника в соответствии с современными реалиями и угрозами, которые существуют на наших рубежах. И, соответственно, используется опыт специальной военной операции. Проходившие службу ранее добровольцы имеют нужные навыки в выполнении специальных задач, но ежедневные возможности вооружения, экипировки, военно-инженерной техники усовершенствуются, в связи с чем возникает потребность комплексных занятий и переподготовки. Добровольцы без промедления поспешили отдать долг Родине, отложив все гражданские дела. Проходил военную службу в войсковой части 55-26 здесь же. Горжусь тем, что проходил службу в внутренних войсках. Очень рад вернуться в свою воинскую часть спустя даже небольшой период времени. Очень рад, что проводятся такие сборы. Когда пришла повестка, попросили прибыть на сбор в свою воинскую часть. Был даже горд за этим, что помнят, звонят. Как смотрю, появилось больше техники, больше оружия. Попробовать пострелять с нового оружия, в технике самой пользоваться тоже интересно. Если не будут развитые навыки, индивидуальные навыки, боевое осаживание наших подразделений, задача выполняться эффективно не может. Первый день добровольцы уделили внимание теоретической части занятия, ознакомившись с новейшими техническими возможностями. На второй день внимание было уделено практической составляющей. Был сделан упор на тактика специальную медицинскую огневую подготовку на участие в действиях по пресечению массовых беспорядков. Очень рад, что попал на эти сборы и безумно горжусь тем, что могу быть полезен в своей стране, даже будучи на гражданке, скажем так. И очень рад, что большинству моих товарищей боевых это тоже в радость. Естественно, все навыки, они у меня остались периодически. Ну, понятно, тренировки какие-то, что-то даже вот так вот для себя вспоминают уже стоечку. Ну, в общем, пользуюсь, скажем так, в быту всеми навыками. На занятиях участники показали безукоризненную скоординированность в выполнении задач государственной важности, беспрерывно совершенствуя знания военного искусства. Все это дает хорошую оценку готовности военнообязанных защищать Родину по первому зову. Я Нина Даниленко, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Новости Бреста. Новости Бреста. Новости Бреста.